Микс Ньюс Руководитель детского фонда Андрис Берзинч у нас. Доброе утро. Доброе утро. Говорим мы сегодня о такой, скажем так, повод послужила эта компания, которая на прошлой неделе стартовала по сбору средств для детских лагерей, для детей с особыми потребностями, для детей, которые пострадали от насилия. В общем, дети, которых иногда никто не думает, и фонд как раз-таки позаботился о них. Это ежегодная акция, не первый год уже такое происходит, именно сбор средств. В этом году в связи с ситуацией, которая у нас, пандемия сложилась, насколько сложно или, может быть, наоборот, легче собираются деньги для этих лагерей? Да, но это уже 30 лет где-то, потому что в свое время мы были первые, которые в Латвии начали делать лагерей для детей-инвалидов. И в течение вот этого периода эти лагеря мы делаем. И скоро уже около тысячи детей, которые смогли отдохнуть в этих лагерях. Мы, конечно, очень благодарим всех тех, которые помогают, чтобы эти лагеря могли быть. Без спонсоров такие лагеря мы не смогли бы сделать. Но и нужно еще сказать, что за 30 лет мы никогда ни сантима не брали ни одного копейка. Это все лагеря бесплатные. Так что это только благодаря тем, которые помогают, чтобы все лагеря могли быть. В этом году, ну, такой своеобразный, скажем, период. Мы все это знаем. И, ну, когда планировалась у нас эта акция немножко раньше, накопить деньги. И многие те, которые были готовы где-то уже в начале года, немножко попозже, дать финансирование, большое, маленькое, более, более большое финансирование для лагерей, но это как, знаете, как ножом отрезало это все. Вы хорошо это знаете, это и вам, и нам, и другим, и третьим, и десятым. Так что это очень нетрадициональный период для сборов. Вы в начале передачи сказали, лучше или хуже. Ну, пока мы это, во-первых, мы начинаем уже сдвиг один месяц. Если раньше мы начинали лагеря июня месяц, июнь, июль, август, то сейчас мы его начинаем. Мы вообще не знали, можно ли будет. У нас сначала было вообще такое мысль, что если это все продлится и пойдет вглубь, и так далее, и так далее, что лагеря, ну, наверное, не будет, потому что это контактирование. Ну, сегодня еще вот как-то ехал сюда, слушал то, что говорил министр здравоохранения насчет этих лагерей, что лагеря будут, но не более 30, у нас в лагере находится 25 детей. Как уже вы тоже уже напомнили, если в начале 30 лет обратно были они только для детей инвалидов, а потом мы начали делать лагеря интеграционные, где вместе с детьми, с проблемами были дети, которые находились в семьях, приемных семьях. Ну, и так как около уже, около 10 лет где-то мы занимаемся реабилитацией детей, которые пострадали от насилия, это 6 центров, которые находятся по всей Латвии, Латвии, то мы делали такие лагеря, и в этом году такие лагеря мы тоже планируем делать. Ясно то, что в этом году лагерей будут меньше, если они, ну, в прошлом году были где-то 22, а лагеря 21, то сейчас, я думаю, где-то, ну, планируется где-то 15 лагерей. Это, конечно, будет зависеть от того, сколько мы сможем еще аккумулировать деньги, сколько люди захочут это поддерживать. Я очень хорошо понимаю, что, ну, это непростой момент, есть многие, которые фирмы стояли, они не знают, как себе привести порядок. Но все-таки, все-таки я надеюсь, что для этих детей, если мы имеем в виду, что нам всем сложно было те, которые находились дома, там, в четырех стенах, эти дети все время, некоторые находятся в четырех стенах, и вы знаете, даже, даже, вот, показывая данные, то, что дома находились, и вы, наверное, тоже где-то здесь передача были, были насилие разного вида насилия дома, оно резко увеличилось. А это мы уже, как говорится, не по теории, там, говорит, знаете, мне так кажется, я где-то слышал, так далее, вот то, что относится в центрах, они буквально наполнены. Наверное, вот эта вся атмосфера, когда люди находятся дома, о многих семьях уже эта атмосфера не очень-то хорошая была, а когда еще вместе, да еще это добавим немножко с алкоголем или еще чем-нибудь, ну, тогда эта вся злость выливается или на жену, на ребенка, реже, конечно, на мужа, такие случаи меньше, но количество таких случаев у нас увеличивается. Это, конечно, в Латвии здесь не какое-то особое место, если мы посмотрим, эта информация по всему миру идет, что именно, ну, разные моменты показывает вот эта ситуация, когда, ну, человек проверяется нервная система, насколько он может выдержать, не выдержать. Так мы говорим, ах, что там, три месяца, ну, сколько мы, четыре месяца, да? Ну, что там, четыре месяца, да? В принципе, это есть проверка, проверка, в принципе, внутренней... Да, эмоциональная проверка человека. Иногда, ну, говорятся так, ах, как я бы хотел, там, отдохнуть, там, три-четыре месяца. Ну, получается отдохнуть сейчас, так, к обычках, конечно, отдохнуть, три-четыре. Но, наверное, все-таки человек рожден так, чтобы он чего-то создавал, чего-то... Для движения. Для движения. Ну, вот, так что вот эти лагеря, да, они будут по-особому, они будут, они будут еще немножко подороже, потому что мы должны обеспечить и санитарную, и безопасность этих детей. Ну, во-первых, могу обратиться те, которые планируют, и те, которые с нами созванивались, и мы дали одобрение, что можно будет эти дети попасть в лагерь, что они должны будет 7 дней, вот то, что сейчас указывает, быть справка не позже, 7 дней до начала лагеря, от семейного врача о том, что они прошли тест на коронавирус. То есть надо будет пройти тест? Обязательно. Потому что, понимаете, есть... Ну, иногда я так слушаю... Мы такие герои сразу, да, плевал я, что там я ходил, я такой железный и так далее. Но если кто-нибудь индивидуально хочет плевать, ну, пусть он на себя плюет. Мы не имеем права, скажем, такие вещи делать, мы должны максимально делать так, чтобы дети могли отдохнуть, чтобы они были в безопасности. Не только дети, но там несут ответственность и руководители лагерей, которые тоже должны будут проходить этот тест. Мы, конечно, будем стараться так, чтобы посещение у нас в лагере где-то 10-12 дней, чтобы посещения в лагере родителей не было. Это дополнительный уже такой момент риска. Ну и все дезинфекционные моменты нужно будет сохранять. Конечно, то, что сегодня сказали, что там... Ну, это два метра, конечно, невозможно будет соблюдать. А дети там... Мы с организаторами обычных детских лагерей тоже обсуждали, они тоже сказали, что невозможно 25 детей удержать на расстоянии двух метров на протяжении долгого времени. Ну, значит, ну, там нужно где-то гектар уже арендовать земли, там, знаете, по маленькими будками, квадратами сделать, побудками, где они будут находиться. Так что мы будем очень благодарны. И сейчас мы его, эта акция, она будет длиться весь июнь, чтобы мы хотели еще быть тем финансом, который сегодня у нас есть. Мы хотели еще где-то на три лагеря. Один лагерь стоит 10 тысяч. Одна смена, да? Одна смена стоит 10 тысяч. Притом там нужно варьироваться, если будет, я надеюсь, будут дети, которые есть с проблемным движением, есть цереблярный паралич, где увеличивается количество руководителей, потому что там один к одному идет один ребенок и один воспитатель, потому что там сложная ситуация. Но, тем не менее, с этими детьми стараемся и очень большую благодарность тем людям, которые занимаются с этими детьми. Еще раз хочу сказать, что это никакое не прибыльное, а прибыльное, во-первых, коммерческие мероприятия. Наоборот, те люди, которые там работают, это просто такое, ну, где-то поработать, но человек где-то поработать там не может, если он не сталкивался и не может работать с этими детьми. А вы вот, ну, хотела спросить, вот эта компания, которую, да, вы с Трайбрига вместе организовали, она такая очень наглядная и просто, ну, не пройти мимо. Но вы все-таки больше, обычно, это пожертвования от компаний, каких-то крупных предпринимателей или люди, вот, видя рекламные посты, фотографии, люди обычные больше? Процентуально, если мы берем это процентуально, где-то 70% это компании. Мы хотим сказать большое спасибо тем, которые, в принципе, если это пожертвование не было Латвии Смежи в конце прошлого года, когда еще не было, слава Богу. Никто еще не думал. Да, который многие годы поддерживает вот это движение, потому что где-то 50% всех лагерей именно благодаря Латвии Смежи. И можно сказать, которые сейчас в дискуссии идут, Янис, Зозанс, которые занимаются, вот, игровые, которые идут, это, да, это, вот, купить тоже плохо. Ну, во всяком случае, если люди, компания жертвует на такие лагеря, и не только в течение многих-многих лет финансировалась, я думаю, что это тоже такая и есть принцип, ну, мировой практики, которая, во всяком случае, я руковожусь, я думаю, что многие люди руководятся, потому что в этом мире мы живем, чтобы друг другу как-то помогать, начиная с семьи, кончая, там, друзей и так далее. Ну, то, что ты дал, когда-то тебе вернется и так далее. Во всяком случае, я думаю, что мы никогда не будем все одинаковые, мы никогда не будем все обеспечены, и, к сожалению, в этом мире мы приходим очень разным. Есть обстоятельства, где мы сами уже как-то запланировали, чтобы такое несчастье было, а есть случаи, которые никто не знал, и потому что я думаю, что это большое испытание, во-первых, для родителей, и, ну, в словах это просто невозможно выразить, и это геройство, в принципе, работать, помогать, отдавать всю жизнь своему ребенку, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть, понемножку, понемножку улучшить это здоровье. Да, я считаю, что это большое. И я думаю, что и наше общество, в принципе, мы в целом нормальные люди и друг другу готовы помочь, я надеюсь, что и сейчас люди будут готовы как-то поддержать индивидуально это, если кто-то решится, какие-то финансы есть дополнительные для этих детей. Притом мы приглашаем тех людей, которые, ну, может быть, сейчас этот период так много не будет в виде безопасности, но мы приглашаем людей, которые пожертвовали деньги, приехать в этот лагерь, самому убедиться. Потому что, знаете, вот, ну, у нас есть разные благотворительные моменты, но во всяком случае, если мы в этой сфере находимся 30 лет за 30 лет, ну, я знаю, и вы, наверное, знаете, другие знают, у нас есть такие, ну, тоже общественные организации, которые есть такой взрыв, шас, ох, ах, ну, через полтора года, ох, ах, и больше ничего и нет. Так что, наверное, надо вот, а мы стараемся так, чтобы люди сами убедились, почувствовали, видели. Я тоже здесь могу много чего рассказывать, знаете, так, с утра, с восьми с утра. Но своими глазами. Да, с моими глазами посмотреть, увидеть, я думаю, что это нормальная, нормальная, нормальная такой момент. Притом, это многих людей как-то, ну, мотивирует помочь. И мне радует, что многие молодые есть люди, которые сами соглашались работать в лагерях. Это, знаете, у нас есть такой диссонанс. Вот я хотела спросить. Дискотеку, там, заменить работу в лагере с детьми инвалидами, ну, не каждый их захочет. Есть ли вообще возможность, может быть, вам звонят и спрашивают, например, ребенка, который, ну, без особых потребностей, обычный ребенок, например, предлагают, ну, вот, не знаю, уже подростка для того, чтобы вот так вот поучаствовать в лагере и помочь детям с особыми потребностями. То есть человек участвует в лагере, но при этом, например, помогает там такому же ребенку, но у которого какие-то особые потребности. Вы говорите о взрослом человеке? Такая интеграция. Нет, что дети друг другу помогают между собой. Идея хорошая. Было бы больше денег, можно бы было сделать. И если мы не находились, ну, вот этой такой очень непонятной ситуацией, которая называется коронавирус, мы тут все ждем стартовую позицию, что сейчас, сейчас, сейчас мы тут оттянемся, оторвемся и по полной, по полной за 3-4 месяца. Боюсь, что это может довольно, ну, меня это точно не затронет по такой идее, да. Я думаю, что, как там есть эта пословица, Бог бережет тех, которые сами себя берегут. Так что постараемся и сами себе тоже поберечь, а в этом случае насчет этого, она идея хорошая, но обеспечение этого ребенка мы не можем брать на себя. Это раз, и второе, это есть безопасность. А в принципе такой, такой момент, чтобы как-то ознакомиться и посмотреть жизнь по-другому, я думаю, это очень полезно было, потому что, вы знаете, было, ну, идея опять хорошая, только как всегда у нас исполнением так как-то похуже есть, когда надо интеграция детей-инвалидов в нормальные школы. Я абсолютно согласен, на словах прекрасно. Но вы знаете, когда эта школа, насколько эта школа сама, есть школы, которые подготавливают, работают с детьми, работают родителям. Здесь очень многие моменты есть, чтобы эта школа была там, где можно заехать, находиться и так далее. Притом дети не всегда бывают очень такие, ну… Добрые. Да. Они, вот я такой, а этот такой, и что он у меня тут мешает и так далее. Ну, жизнь, и она, знаете, так мимо пробегая, может оскорбить, это меньше оскорбить, а то еще больше чего-то сделать этому ребенку, которому хотели хорошо, чтобы его интегрировали. Так что здесь работать с детьми и с родителями. Есть родители тоже в классе, которые говорят, почему нам нужно вот такой ребенок, мы иначе хотим. Здесь очень большая работа именно учителей с родителями и с детьми объяснять. Особенно тогда, когда этот возраст есть там 13-14 лет, особенно это есть, которые, ну, воспринимают этот мир как-то немножко ярче, сочнее, чем потом уже, когда идут совсем другие картины, размаженные. Как Вы считаете, как объяснить людям, что Вы этим уже долгие-долгие годы занимаетесь, что надо, например, собирать на такие лагеря или на операции, или на помощь в реабилитации после насилия, объяснить, что надо это делать нам и что это не делает, например, государство? И должно ли это делать государство, как Вы считаете? В принципе, государство тоже, ну, в Латвии Смежа это, ну, она государственная капитал-собедрия, который идет. На этом мире есть какая-то часть обязательно должна государство давать, какая-то часть должна, ну, собираться, моя есть общественная организация, если это только есть государство, тогда, ну, давайте там через какие-то структуры. Именно вот это есть смысл общественной организации, которая может быстрее, оперативнее это все сделать. В чем интересно работать, вот именно общественной организации, потому что в жизни у меня разные моменты были, где еще была возможность работать и так далее. Вот большой этот корабль, ух, как медленно разворачивается. А вот общественная организация, она может быстро среагировать на это. Нам тоже нужно очень быстро среагировать. Вопрос о том, быть или не быть лагерям, только где-то неделю, ну, полтора обратно. А это не просто так, хоп, и это есть. Это есть люди, это места, это заключение договоров, это санитарь и т.п. и т.д. и так далее, и так далее. Но мы на это как-то быстрее реагируем. Так что собирать деньги, а во всем мире они всегда, всегда собирались. Своё время было такое, ну, в разных странах, и здесь у нас, в Латвии, тоже есть. Человек отдает какую-то часть, он жертвует. Он сам себе как-то дает добро. То есть он чувствует себя частью общества. Да, ну, это просто есть так, что я даю и я хочу. Кто для животных, кто для детей, кто для пенсионеров. Но это есть взаимопомощь, которую мы друг другу даём. Кому-то в этой жизни повезло лучше, кто-то коронавирусу пойдёт с большими минусами, а кто-то заработает. Ну, и, наверное, надо как-то тоже вот друг другу как-то помочь. А эти семьи, ну, они не миллионеры, и им очень тяжело. Мы даём возможность не только этому ребёнку отдохнуть. Мы даём после вот этого возможности коронавируса, когда они уже все с семьёй там находились вместе, и родителям немножко передохнуть об этом. Мы говорили как раз с главой скорой помощи, и она рассказывала про обеды, когда люди собирали на горячие обеды, и она тоже говорила, что обсуждали с сотрудниками, ну, как вот принимать всё-таки, там люди жертвуют, ну, мы вроде и сами можем, да. А потом она сказала такую вещь, что действительно люди чувствуют причастность какую-то, что они смогли помочь. И это общество тоже так воспитывает и объединяет, когда ты помогаешь другим и чувствуешь, что ты вот тоже что-то вложил в то или иное. Вы знаете, я думаю, что человек, который пожертвовал, он помог, он чего-то доброе делает, он же не идёт нормально, думающий. Он же не идёт и говорит, слушай, я сегодня пожертвовал деньги, значит, ты такой хороший, вообще-то я очень великолепный, ну, похвали меня и так далее. Он это держит в себе, ему самому тепло и хорошо. Он сам собой сделал доброе дело и… Для себя. Для себя он сделал. В принципе, он для себя делал. Ведь иногда очень, ну, состоятельные люди, он может за один вечер в ресторане, ну, как-то потратить деньги, те, которые стоят один лагерь целой сменой. Ну, он это может, и я не могу ничего говорить, у него есть. Но нужно как-то вот немножко и, наверное, ну, помочь и другим. Никто не знает, что с нами в жизни может случиться. И иногда бывает так, что, ну, со мной это всё в порядке, я тут хорошо, у меня всё в порядке и так далее. И вдруг как-то поворачивается в другую сторону, и тогда говорят, ну, где же вы, общество? А где я был тогда, когда общество со мной, я с ней хотел. Так что есть материальные, но есть и такие, как это, моральные вещи, которые человек, он сам собой чувствует, сам собой разговаривает. Паулс был такой актёр, мне очень нравилось, когда он был жив, он сказал, что лучше всего я могу сам собой поговорить, когда вот я ухожу в лес, и если я сам себе могу в тишине, когда я там нахожусь, сказать всю правду, вытянуть из себя и сказать, можно громко, потому что никто не слышит, но всю правду сказать, потому что человек никогда всю правду никому не скажет. Но если ты сам себе не сможешь сказать всю правду, ну, это значит, что-то тебе там тормозит. Есть вопросы. Да. А вот по поводу кричащей благотворительности тоже хотела с вами поговорить, потому что кто-то, кто занимается благотворительностью и говорит об этом достаточно громко сейчас в социальной сети, достаточно часто можно увидеть от людей, особенно статусных актёров, может быть, бизнесменов. И есть два мнения, что об этом надо говорить, потому что это увидит большее количество людей, у них тоже возникнет возможно желание и мысль такая, что надо помочь. Либо это должна быть тихая благотворительность, о которой вы сказали. Сделал добро и забыл об этом, дальше пошёл. Я думаю, и так, и так. Как-то, наверное, призывать, я, наверное, здесь тоже бы не находился, наверное, в этой передаче. Это тоже не тихая такая. Я призываю, потому что мы хотим это сделать, у нас осталось мало времени. Мы могли собраться, там несколько людей, которые в фонде работают, друг другу посмотреть в глаза, ну и что, ничего бы не получилось, потому что финансов больше бы от этого не стало. Ну, поделились сами собой, там не было. Ну, я хотел бы сказать, но это должно быть в рамках таких... Никому не нравится, когда ему, не знаю, может кто-то скажет, что я это делаю, может быть, надо исправляться. Но когда, знаете, вот так, ну очень навязывает, да, ну вы должны, ну вы должны, вот тогда человек начинает, мне кажется, он становится, он не идёт на благотворительность, он идёт, ему просто злит это уже, может мы... Ну чего, мы... Я сам, сам решу, я не настолько глуп, это самое. Ну, мы информировали. Информацию дали. Дали. Человек решит помочь одному, другому, третьему, четвёртому. Прекрасно. Не поможет. Тоже прекрасно. Не в этом году, в следующем году, не в следующем, через 10 лет. Когда-нибудь чему? Поможет своим родственникам? Прекрасно. Поможет своим родителям? Прекрасно. Если ещё остаётся силой и помочь другому, ну это очень-очень хорошо. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, руководитель детского фонда, фонда Андрес Берзинч у нас в гостях, можете звонить, задавать свои вопросы и в WhatsApp тоже можете нам писать, 2-3-0-6-1-9-1. Про привычки людей хотелось бы тоже поговорить. Понятное дело, что сейчас карантин, и это тоже наверняка как-то вы уже видите, что это как-то сказывается. Или, может быть, наоборот, у людей больше порыв сейчас помогает другим людям, и они больше готовы пожертвовать? Ну, во-первых, знаете, когда карантин был такой, социологические опросы, у нас сложно делать дистанционно. Ну, я думаю, да и нет. Наоборот, мы должны как-то, наверное, расслабиться, потому что все такие где-то полунатянутые. Даже если сейчас посмотрите, когда, ну, где-нибудь магазин заходит и так далее, если тогда, сейчас с полуоборота заводятся люди так, там, что не так, слава богу, что как-то еще вот эти два метра. Нервы, нервы не выдерживают и так далее. Так что я думаю, что мы должны как-то немножко успокоиться, в каких-то рамках зайти обратно и, ну, наверное, друг другу как-то помочь. Я думаю, что, понимаете, когда есть Рождество, я всегда сравниваю, давайте сделаем маленькое Рождество каждый день. А почему только Рождество? Один раз в году мы как-то, ну, все так дружно идем в церковь и дружно жертвуем. Прекрасно, это прекрасно. Давайте вот так как-то каждый день, по маленькому-маленькому, не надо другому, я говорю сами с собой, между собой, сделаем мы маленькое Рождество. Какие-то маленькие нематериальные подарки, а такие моральные взаимоотношения улучшились и так далее. Вот надо было мне сегодня с цветами прийти к вам, и маленькие было тоже Рождество в следующий раз. Это уже очень радует. Надевайте наушники, у нас звонок есть. Будем принимать. Доброе утро. И мы слышим эхо, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Маленькое Рождество, это великолепно. Механика маленького Рождества, она немножко сложная. Вот радиобалком запустил отделенную лампу такой проект. Это уникальная штука. Например, ты вообще ничего не делая, просто вбиваешь телефонную книжку, номер телефона, и вот сегодня утром встал, погода вроде не солнечная, пасмурно, смс-очку послал, и ты себя чувствуешь таким меценатом, как бы благотворителем, кармочку себе почистил. Ну, делать добро у человека, по-моему, такое же обязательное желание, как, например, есть, пить, заниматься каким-то хобби, но невозможно это сделать, ну, не то чтобы невозможно, это сложно сделать, сама механика. А если бы, например, ваш проект был бы тоже подвязан на какую-то радиостанцию, или еще как-то, например, через Фейсбук рекламировался, когда ты одним кликом можешь перечислить маленькую, среднюю и большую сумму. Вот это было бы очень прикольно. Спасибо. Это просто удобно. Спасибо. Я вам сразу телефон назову, пользуюсь возможностью 930-6484, правильно, да? Тоже маленький можно туда взойти, и, в принципе, он и по такому принципу работает, так, как вы сказали. И человек, который хочет, он может туда позвонить, значит, это один звонок, будет 1 евро... 42 цента, да. 42 цента, и это, ну, будет то, что вы сказали. Но, во всяком случае, большое вам спасибо. Вы знаете, такое, ну, светлое, наверное, у вас, светлые такие мысли, несмотря на то, что вы сказали пасмурно, но немножко дождик должен быть, и сегодня до 30 градусов будет, так что, не может, освежимся, а потом еще. Спасибо вам. Не снимайте наушники, еще звонок, сразу примем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Спасибо вашему гостю за ту работу, которую он делает. Очень нужное общество. Но я хотела бы обратиться к людям и сказать, начните с малого, начните помогать своим родным, близким, друзьям. Потому что, так жизнь показывает, перечислить полтора евро, это легко, это просто. И действительно, вот молодой человек сказал, кармочка очистится. А вы помогите немножко больше своим родным. Они нуждаются вашей помощи. Вспомните всех своих родных, обзвоните им. Спасибо. 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 Да. Я, в принципе, об этом и говорил, что это очень важно есть, ну, вообще как-то видеть поближе. Но иногда у нас споры, ссоры есть. Может, каждый человек может сказать, что я, да, сегодня я точно не буду дома ссориться. Я сегодня чего вот такое сделал. И тогда, в принципе, это общество, оно само по себе станет лучше, добрее. И мы сами добрее станем. Хотя, если так посмотреть, в мире самый большой враг – это человек человеку. Ведь никто, даже в животном мире не бывает таким, но она как-то тоже по системе работает. Ну, человек, он может быть очень добрый, отзывчивый и талантливый. Он может быть очень злой, жестокий. И тот, который воином может сплеснуть и так далее, и всю эту землю. Так что у нас находятся внутри две части такие. Есть то, что у нас сверху кто-то послал доброта, доброжелательность, ну, помочь другому и так далее. Эта часть находится, и вторая часть есть зло, как-то отомстить кому и так далее. И вот, которая сторона наша внутренняя победит одно или другое, ну, вот это очень важный момент есть. В принципе, такие акции, конечно, мы хотим, чтобы эти финансы были. Ну, в принципе, они, и так, акции, по-моему, ну, стараются как-то каждый, который подумал бы, ну, о себе. И правильно, вот, которая, госпожа, вам звонила сейчас, что, когда-то подумать о ближнем, тот, который находится рядом, как ему помочь. А можете соседу немножко подальше помочь. Особенно, когда был коронавирус, ведь многие, особенно люди, которые в годах и так далее, им помочь нужно было, и помогали, и спасибо тем, которые были, и отзывчивые, и молодые люди, особенно. Так что это тоже есть помощь. Но мы хотим эти лагеря продолжать 30 лет, и очень бы не хотелось бы, чтобы, ну, это все... Перерыв какой-то. Перерыв был, да. Вот в этом году вы сказали, что меньше смен, означает ли это, вернее, это означает, что меньше людей и детей, и сейчас уже все места заполнены, или родители, или там попищители, чьи дети? Нет, звонков. Дети. Звонков очень много есть, которые желают, потому что каждый год, когда мы делаем лагеря, это сначала, первые годы, я помню, первые лагеря были так, что это не хватало, очень сложно было, очень было сложно набрать, потому что каждый думал, а как я своего ребенка отпущу туда и так далее. Сейчас, когда это долгое время идет, особенно те, которые почаще бывают, желающих, одни говорят другим, больше, чем возможностей. Становится все больше и больше. Нам пишут, когда детский фонд основан, и как вы стали директором фонда. Ну, 31 год уже получается фонду. Ну, да, я раньше занимался и студенческими строительными отрядами в свое время, и были такие отряды, как «Лотос», ну, я думаю, сейчас многие не знают, но они были такие рабочие отряды, где можно было и заработать, летом поработать в школе и весело привезти время, и после этого мне пригласили в детский фонд. Я работал долгое время на общественных началах в детском фонде. Во-первых, у нас очень хороший коллектив, который в фонде есть. Вы знаете, сложно, 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 если нет коллектива что-нибудь сделать. От благотворительности особенно должен быть хороший коллектив. Так что мне повезло, не знаю, как остальным, небольшому коллективу, повезло ли им со мной, но во всяком случае я чувствую себя комфортабельно, и дай Бог всем чувствовать себя комфортабельно в той среде, где он работает. Нам пора заканчивать на сегодня. Сегодня я напомню еще раз номер телефона 9306484. Позвонив по этому телефону, евро 42 цента вы пожертвуете на организацию детских лагерей, для того, чтобы дети с особыми потребностями могли провести это лето, как полагается детям, наверное, весело, активно и со всем, что полагается им. Спасибо, руководитель детского фонда Андрис Берзинч был у нас в гостях.